Доброго времени суток. В пиксель-арте, как правило, анимация создается кадр за кадром, рисуется и стирается пиксели. Но, когда дело касается полноразмерных рисунков, все гораздо сложнее. Но это на первый взгляд. Ведь существует модульная или же костная анимация. Это когда тело вашего персонажа разбито по частям, их собрали воедино, и в этих частях проложили кости. Таким образом можно создать скелет, при помощи которого и создавать анимацию. Для этого существует множество программ, таких как Spine, Spriter и тому подобное. Они подключаются к Unity в качестве дополнительного плагина. Однако, у большинства таких программ есть один минус. Почти все они платные. Благо, с недавних пор у Unity есть собственный инструментарий для работы с костными анимациями. А вот про это поподробнее. Вот у нас в документе фотошопа открыт рисунок, состоящий из нескольких слоев. Это не мой рисунок, я взял его из открытого источника в качестве тестового образца. Как видим, каждый слой это отдельная часть персонажа. Их можно двигать, вертеть и так далее. Допустим, вы вот так по слоям нарисовали персонажа, визуально он готов. И нажимаем сохранить. Но тут есть одно но. Сохраняем мы не в формате PSD, обычном формате фотошопа, а PSB. Этот формат и будет считываться Unity. Допустим, мы создали новый чистый 2D проект Unity. И перед началом работы нам нужно зайти в менеджер пакетов. Это меню показывает, какие пакеты установлены в нашем проекте. Переходим во вкладку All Packages. Возможно, она не отобразит все пакеты вот так сразу. Тогда кликнем на вкладку Advanced и выберем пункт Show Preview Packages. Прогрузка может занять некоторое время. Наконец, мы видим обширный список этих самых пакетов. Нам нужно всего три из них. Выбираем 2D Animation и устанавливаем. Когда она наконец установится, станем Inverse Kinematics. А скорее всего, в рамках этого урока нам не пригодится обратная кинематика, но на всякий случай поставим. А затем, наконец-то, установим PSD Importer, который как раз взаимодействует с файлами фотошопа. Хоть он и называется PSD Importer, он принимает только PSB файлы. Кругом сплошной обман. Когда все готово, перетаскиваем наш PSB в область ассетов Unity. Как видим, я экспортировал нашего падшего ангела с задним фоном. Можно было бы сказать, это я вас так проверяю, но нет, я просто забыл отключить этот слой, и он добавился сюда. Что же, исправляем это недоразумение и снова переносим персонажа в Unity. Пожалуй, сразу уберу компрессию изображения, чтобы она никак не искажалась, а также перенесу персонажа на сцену. Ну вот, теперь у нас тут ничего лишнего, Unity сам разрезал персонажа на составные части. Переходим во вкладку Skinning Editor. Теперь мы можем создавать кости. Важно, чтобы у костей было правильное взаимодействие друг с другом. Ну, я начну создание костей с основной кости, кости тела. Проложив ее, кликаем правой кнопкой мыши, чтобы сбросить создание новой кости подряд после этой. Далее нам нужно, чтобы ноги были связаны с телом, а значит кликаем на кость тела и прокладываем кость ноги. Снова сбрасываем правой кнопкой и повторяем это для другой ноги. Руки тоже должны связываться с телом, так что прокладываем часть руки от тела. Так как этот кусочек руки и кисть это единое целое, прокладываем кость руки подряд после предыдущей. Таким же образом поступаем и со второй рукой. Как видим, вторая рука спрятана за телом и надо ее как-то выцепить, чтобы было видно, где кость прокладывать вообще. Ну, это не большая проблема, выбираем Preview Pause, кликаем на месте, где предполагаемая рука находится. А вот и она. Прокладываем кости, как в предыдущей руке. Кстати говоря, голова тоже связана с телом и прокладываем ее. Для этого хватит тоже одной кости. У нас тут есть еще спрайт лица и можно и для него проложить кость. Он у нас связан с головой, то есть куда она двигается, туда и лицо. После создания костей мы генерируем автоматическое взаимодействие костей со спрайтами. Как правило, все это сгенерируется не так, как нам нужно и если сразу после этого двигать кости, то наш персонаж на экране расплывется словно он к желе. Нам этого не нужно, поэтому кликаем на Preview Pause и выбираем какую-то часть персонажа, а затем переходим во вкладку Bone Influence. Как видим, во всплывшем меню на голову сейчас влияет три кости. Нам такого не надо, выбираем кость головы, видим, что она имеет номер 8. И убираем из этого меню все остальные кости. Как видим, теперь спрайт головы окрасился полностью в зеленый цвет, соответствующий цвету кости, на которую он должен держаться. Снимаем выделение с головы и выбираем, ну, например, лицо. Нам не нужно влияние кости головы на лицо и не хотелось бы, чтобы оно деформировалось, так что оставляем только одну кость, кость лица. И как видно здесь, по какой-то причине не все лицо окрасилось в цвет нужной нам кости. Ну, это не беда, у нас есть Weight Brush. А когда у нас выделена кость лица, кликаем на эту вкладку и закрашиваем выбранный спрайт влиянием кости. Готово. Теперь выберем тело. На него влияет так много костей, но в нашем примере у тела одна кость. Поэтому оставляем ее и больше ничего. Все, тело у нас красное, как и принадлежащая ему кость. Повторяем подобное распределение влияния костей и на руках персонажа. А на ногах у нас уже назначено по одной кости, так что так все и оставим. А что же, костный персонаж готов. Принимаем сделанные нами изменения и кликаем на героя. Теперь он двигается при помощи костей. Убедившись, что все в порядке с его движениями, создаем анимацию Unity. Пожалуйста, сохрани ее в папку Animations и назову ее Idol, так как это будет анимация стояния персонажа на месте. Чтобы было удобно, нажмем на кнопочку Record. Пока она нажата, все наши манипуляции с персонажем записываются на шкале анимации и создают ключевые кадры. Допустим, я выберу 60 кадр и на нем изменю наклон головы. А на 120-м верну все как было, скопировав изначальный угол головы. Так же я поступлю и с позиции головы. Незначительно сдвину руки и тоже верну их в изначальное положение. Готово. Я создал анимацию волк для ходьбы и поэтому начну непосредственно с движения ног. Каждую ногу проанимирую по отдельности для удобства. Так, я понял, что он у меня идет вообще не туда и надо идти вперед, а он пятится назад. Но это не беда и я просто поменяю порядок кадров в обратную сторону. И тогда он станет идти куда нужно. С ногами готово. После первого шага сдвигаем руку в другое положение, подобно тому, как было в стоячей анимации. Так же и со второй рукой. И снова копируем начальное значение, к которым вернется анимация, завершив этот круг. Но при ходьбе двигается и голова, поэтому провернем тот же фокус, что и ранее делали в анимации покоя. Если запустить сцену, то мы увидим анимацию того, как персонаж находится в покое. Так как это его первая анимация и по умолчанию является основной. В окне аниматора переключим основную анимацию на волк. Как видим, все работает. Однако, если мы вернемся на анимацию спокойствия, то заметим, что нога застряла в положении из анимации волк. Почему это происходит? Потому что анимация идол не имеет ключевых кадров для ног. Хотя такие кадры есть при анимации движения. Вот оно и переносит положение ног из анимации движения сюда. То есть при переключении анимации в игре это было бы достаточно критично. Поэтому предлагаю добавить те самые ключевые кадры в анимацию покоя, которых не хватает. Чтобы ноги возвращались на исходное положение. Помимо кнопки record, ключевые кадры можно создавать вручную. Для этого узнаем имя нужной нам кости ноги. В данном случае это bond 2. Как видно, добавляем ее position. Так же поступаем и со второй ногой. То есть так у нас появляются ключевые кадры. И теперь, если мы будем переключать анимацию, все будет на своих местах. Это лишь малая часть того, что можно рассказать про костные анимации Unity. Настолько они многогранны. Но надеюсь, этот урок был полезен. А на этом все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok